здравствуйте валерий константинович давайте мы сегодня расскажем нашим зрителям какую тему так сегодня самая злободневная на данный момент идет заготовка семян можно их заготовить можно их посадить можно зафиксировать и ничего не получить или получить цифру близкую к 100 процентов 10 из 10 из 100 это будет зависеть от того как вы отнесетесь к нашему разговору сейчас идет съемка от вас и съемка еще вот с этого вот фотоаппарата сони для меня поэтому я хочу вас тоже представить это марина это блогер мать 4 детей вот хозяйка ну какая это моя так сказать не сброшен мечтаем так вот значит мы с вами сейчас ответим одновременно на вопросы ваших зрителей у вас большой блок и так далее почему потому что все они делятся на две группы первые 90 процентов ни за что не будут прививать а даже религиозные против прививки нельзя болеть существа калечить раз есть чисто люди неуверенные есть люди которые заняты и так далее им нужно вырастить и семян коротко значит делим все на семечковой и на косточковой культуры принципе сенсово это явно не груши посмотрите вот груши бывают и больше но вот ну в общем мы поняли значит это груша догадались да а человек который вчера по скайпу выдал мне эту грушу и сказал хочу такую что мне оставалось сказать вот выслать ему разрезать взять семечки выслать что у него вырастет эта груша привита на дикую суицкую грушу влияние по двое практически неизбежно дальше цитирую мичурина он это очень важно я вынужден так долго говорить почему сказать делать и как я но ведь это входит в противоречие с официальной наукой а наука разделилась на до не так над мичуринскую и после мичуринскую и почти проблем как-то уверен цитирую я вынужден так долго говорить извините цитирую мичурина он мичурин берет антоновку один из лучших садов курская область там это тамбовская область там просто антоновка места вот берет все семена и вырастает дикие яблочки когда он начинает думать за что это так случилось и догадался по двое был дикий значит вегетативная организация существует то есть влияние по двое такое что не испортила плоды антоновки мне тут нет антоновки но я возьму любую яблочко кстати это колонавидное но получается так что я бы мог яблочко это в три раза больше 5 на балконе лежал давайте поставим на паузу и сходим за яблочком если хотите не не надо перебьюсь перебью сам себя и вот получится что у него он пытался понять что по двое испортил плёбой здесь когда мне с калининграда сказали мы рассылали любые деньги хотим я ответил так здесь семечко так же не получили так же как у по мичурину по антоновке здесь тоже по двое дитчайшая уссурийская груша которая есть невозможная такая можно использовать в камере пыток заталкивать и человек все тайно откроет настолько она противно дикань как она повлияла мы не знаем то есть вот она привитая она сохранила она вкуснючая мало того что крупная она еще и вкуснючая но семечко испорчена или нет по мичурину испорчена а на самом деле мы этого не знаем значит получается как человек а время 8 10 15 есть отдельный случай по первым отношения 20-25 год вы готовы ждать нет получается что надо делать надо все-таки прививать вот тогда такую получите вот это хотел сказать это вопрос принципиально насчет семян теперь насчет грустная тема получилась именно по семечкам культурам яблони груши но совсем другая тема по абрикосам сливом вишням там вероятность сохранения качества гораздо выше но это я вынужден так говорить так как я продаю семена единственная уверя коллекция такого больше нет никогда и нигде потом вы просьба будет мы снимем с экрана фотографии мои почему с экрана чтобы они были эксклюзивны ну так положено да по правилам вот и вы продемонстрируете можно сюда вставить и фотографии 50 сделаем фотографии обязательно какие получаются 100 граммовые абрикосы так и у меня кстати же я говорю так абрикосы сливы они чаще повторяют материнское качество но может быть не полностью что нам дата побольше и потолще и подлиннее но это шутка а на самом деле если вы взяли косточки моего абрикоса например вот это самые крупные косточки абрикоса которые можно вырастить в россии это 100 граммовые академики вернее это клоны железово почему потому что академик 50 граммов а это 100 граммовые фотографии увидят да вот и вопрос то в том сейчас мы перейдем к качеству самих семян а пока качеству плодов если они 100 граммовые вы посадите вы это я уже обращаюсь к вашим зрителям зрителям а они получатся 50 граммов вы меня что убьете можно набирать да вы будете рады этому потому что в научных садах и этого нет то есть они остановились на грани ну это как знаете есть мерседесы есть там лексусы а вот где-то кто-то жигули все еще штампует ну как у нас да вот это тоже самое они не хотят выпускать лексуса это заморачиваться а мы хотим получается яблони абрикосы сливы вишни черешни можно сохранить материнский вкус абсолютно может сохранить у меня пример масса вот мы с вами были в моем саду делали фирмы делали угощал угощал так то есть еще раз подчеркнуть без прививки можно вырастить хороший плод можно можно не идеальный как но сохранить сохранить вкус и самое интересное что они будут более надежные есть у них плоды будут меньше они при этом просыпается качество и вот диких предков выжить и тогда они может быть за счет потери чуть-чуть сахара но это не обязательно более живучий да вот смотрите мысль я вас угощал не привитым угощал да у них было легонько легонько кислинка в общем вы же видели все гости их едят горстями почему кислинка нужна желудку и получается что это не испорченный вкус это измененный вкус так называем теперь я еще закончить вот смотрите вот это вот видите я не вас ждал я просто взял а почему они такой ветерами они до это дожариваются так сказать и должны догнить полностью сгнить давайте на вашу камеру еще покажем ну давайте вот они должны полностью сгнить так и тогда из них возьму семена вот сейчас вам покажу а то есть они должны прям перезреть вот потом я их выковыриваю вот видите последний выковыривал это как раз нарядная эфимова вот это вот но здесь значит каких я брал самых крупных это моя как бы такая домашняя селекция вот с них а это мировой лидер нарядной эфимова так теперь смотрите я вас хочу сказать это не было солнца не было его и и первое попавшееся пусть она видно не имеет еще раз говорю я не в него ждал а ждал когда дозреют выкрыть семена я сейчас быстренько мою и они самые холодные самое холодное лето за 35 лет скажите что я не прав да у нас вообще даже каждый день можно даже показать и как он потом посмотрит каждый день вон они все в лужах и наконец то есть они вообще не должны быть несъедобные вот его давайте я для вас не выбирал у меня не все таки вкусные а теперь вот они я еще две недели будут гнить я тонны открывай секрет вкуснейшая мякоти абрикосов слив брус я бы сгнивает только ради этих семян именно что пошли на посадку да теперь в том качестве убедились так но это сладчайшая груша данный момент это лада это сладчайшая груша умудрилась вырасти на диком подвое что будет семян не знаю и все таки вот если это холодильник открыть там уже заготовлены еще не тысячи нужно сотни семян разных сортов семечковых яблони и груш в основном груш яблони до сгущало на деревьях холодно для того чтобы их купили но дальше на никогда не обнадеживая на страхе реставрт купит два пути первую мичурина вырастут и дикиму скажем вкусы правда более морозостойки те кто не замерзнут и второй путь боднар борис господич мой друг в черёбушке там где мы помягче до грядка за 30 из магазинных сортов и груш абрикосов слив черешин у него единственный большой сад настоящий мой как бы за пол сада и все полтора сада на все себе все что вы купите черешни там омский как называется в общем питомники есть в каждом городе меню в том везде и везде черешни продают а черешни в сибири нет полтора сада один вот на рейпус ну так образно 2 кусочек чем у меня все больше нет а косточки вот здесь вот лежат а наши зрители ваши как бы вашей группе они только сайногорцы есть там допустим разные даже есть за границей тогда я покажу косточки и боднара теперь после этого вступления переходим к работе семенами и так давайте на этом закончим вы нам лекцию прочитали да вот получается поставить на паузу вот мы вот это записали и сделаем вторым фильмом как работать с косточками и получится маленький фильм интересный так будет очень вкусно а я вот так делаю агресский оставляю вот я сейчас на камеру забыл сказать могу сказать или в следующем фильме что вот таким образом съедается плоды а семена дозревает кстати начало можно так и сделать вот начало ролика потом как работаем с семенами вот и все будет вообще здорово дома очень стали будет хорошо видеть должно маячить на видном месте поделаешь рекламу так надо надо по повыше и куда-нибудь положить чтобы ее было видно может на чего-нибудь вот это забраковано и как снег на голову вот нашел поприличнее из этих если вот так и вот эту хорошо видать тут запись так и идет я это все вырежу как бы она не выключали да нет а ну ладно я потом это все вырежу хорошо давайте тогда продолжим а я у себя даже вот такие моменты рабочие не вырезаю да конечно все жертвы